Здравствуйте, это Viva Telecom и сегодня у нас на обзоре будет радиостанция от компании TYT называется модель THUV8200 без буквы D в этот раз просто 8200 это следующее поколение радиостанции THUV8000D и она отличается принципиальным образом следующим у нее есть влагозащита IP67 теперь у этой станции в 8000 не было заявлено, но есть и существенный ряд недостатков, первое это меньший аккумулятор цветной дисплей который также я думаю повлияет на потребление, сейчас это проверим и они убрали кроссбенд репитер, ну это вот наверное одна из основных отличий, USB порта к сожалению так они и не добавили хотя станция современная давайте мы сейчас тогда проверим, как обычно комплектацию я вам покажу измерим все характеристики в нашей лаборатории прежде чем начнем не забудьте подписаться на канал наша новая цель 100000 подписчиков все, начинаем с комплектации радиостанция поставляется в такой картонной коробке основные особенности здесь производитель указывает ну то есть влагозащита главная отличительная особенность у данной станции так, что идет в комплекте в комплекте идет инструкция далее вкладыш опять же по влагозащите по стандарту идет вот такая клипса крепления на пояс с металлическим крепежом станции идет вот такая большая антенна 40 сантиметровая но она похожая идет такая же как и у восьмитысячной станции посмотрим идет вот такая укороченная антенна укороченная антенна у нас отличается то есть у нее вот такие вставки есть на корпусе антенны естественно обе антенны рассчитаны на два диапазона 136 174 и 400 480 сама же кстати станция у нас заявлена на диапазон немного пошире до 520 насколько я помню мегагерц у нее заявлен диапазон частот сейчас я посмотрю но в принципе потом при включении увидим работает она в каком диапазоне частот ее кстати есть возможность диапазон этот расширить я потом тоже покажу каким образом это делается так где характеристики то у нас вот 136 174 400 480 значит я путаю с другой все-таки станции сейчас включим посмотрим так заявленная чувствительность минус 122 дбм это сейчас мы проверим мощность должна быть 10 ватт равна большая два уровня только выбираются 5 либо 10 ватт это мы тоже сейчас проверим так ну и все идет сам прием передатчик естественно и идет аккумулятор аккумулятор к сожалению изменился по емкости LB75L он называется и емкость у него заявленная 2200 миллиампер час напоминаю что у восьмитысячной станции аккумулятор заявлено 3600 но реальная емкость у него по нашим измерениям составила 2998 миллиампер час то есть тут даже может быть чуть ниже в районе наверное 2 ампер час емкость ну посмотрим будем в принципе станция нам не особо интересна поэтому емкость замерять не будем потому что тратится на это очень много времени поэтому будем использовать данные для определения времени работы именно заявленные то есть 2200 миллиампер час зарядное устройство и сетевой адаптер конечно тоже в комплекте я просто забыл их принести снизу после полной зарядки аккумулятора для измерения мощности так конструкция станции она отличается конечно внешним видом от восьмитысячной то есть габариты у нее чуть больше и она мне кажется стала чуть тяжелее несмотря на то что емкость аккумулятора стала меньше но сейчас это взвесим давайте сначала пробежимся по конструкции сразу я вам хочу сказать что вижу я здесь два недостатка во первых цветной дисплей который не несет никакой функциональности и поэтому только в увеличении потребления здесь будет влияние никакой полезности в его применении я не вижу далее по клавиатуре клавиатура резиновая с подсветкой но опять же то что мне не нравится нанесены здесь символы латинского алфавита а не быстрый доступ к функциям меня тоже вот это всегда раздражает потому что явно клавиатуру с символами вы будете использовать реже чем обращаться например к уровню регулировки шумоподавителя или выходной мощности почему они делают так непонятно далее сбоку у нас кнопка передачи аварийная кнопка и кнопка мониторинга тоже недостаток по аварийной кнопке повесили они вызов тона 1750 герц зачем это нужно никто фактически этим не пользуется и переназначить похоже не это значение не вот это значение кнопка мониторинга невозможно то есть мы теряем здесь вообще функциональность то есть если мы этим пользоваться не будем то назначить например это на мощность или еще на что-то невозможно что тоже конечно минус далее сверху у нас многофункциональный переключатель регулировка громкости и включение и антенный разъем СМА розетка так же как и на восьмитысячный что хорошо то есть выбор антенн здесь гораздо богаче чем если бы здесь стояла вилка ну и крепление темляка так теперь разъем влагозащищенный но я имею ввиду влагозащищенный он крышкой именно резиновая вставка здесь на крышке сам разъем совместим с радиостанциями Kenwood аналоговыми то есть двухштырьковый самый распространенный разъем здесь еще нанесена наклейка для надписи сюда владельца станции тоже не знаю полезно это кому-то или нет на больших предприятиях конечно это возможно будет полезно для того чтобы различать кому станция принадлежит но не думаю что на предприятии будут такие станции с двумя диапазонами частот брать смысла наверное особо нет так аккумулятор заводится вверх и так не завел заводится вверх и защелкивается вот этим двойным фиксатором то есть чтобы его снять нужно надавить на кнопку вот этот держатель отойдет тогда и уже тогда извлекать аккумулятор так ну все переходим к управлению тогда а ну давайте я еще взвешу кстати да я же забыл вам взвесить в сборе станцию так сейчас я ее тогда соберу обратно но по влагозащите я верю да что IP67 потому что TYT обычно с этим не обманывает тем более влагозащищенный разъем ну или влагозащитная крышка стоит на аксессуарном разъеме так смотрим без клипса я буду тогда взвешивать 286 грамм восьмитысячный и 8200 313 грамм да чуть стало станция даже тяжелее переходим к управлению давайте я станцию включу тогда чтобы вы видели время загрузки то есть поворачиваем регулятор станция включается при включении показывается вольтаж аккумулятора то есть как вы видели он полностью заряжен для проверки мощности сейчас так изначально идет канальный режим установлен соответственно надо перевести в частотный если вы хотите частоты вводить вручную и я покажу отдельно раздел как это делается ну и соответственно все активный канал выбирается кнопками АБ и вы можете частоты задавать вручную например там 146 смотрите точка не нанесена на клавиатуре используется звездочка тоже чтобы не было вопросов то 146 ну давайте я вообще 145 управление достаточно или ввод клавиатуры достаточно удобный но кнопки мелковаты конечно так по поводу кнопок верхняя оранжевая кнопка вообще ничего не происходит по длительному нажатию также нижняя отключает шумодав то есть она не работает по короткому и длинному нажателю просто когда мы прижимаем шумоподавитель полностью открывается так теперь по поводу кнопок меню сразу понимаете что быстрого доступа к функциям нет есть блокировка клавиатуры и кнопки вверх-вниз соответственно это кнопка escape это кнопка входа в меню заходим в меню здесь у нас отдельно сканирование отдельный FM приемник дальше сохранение каналов DTMF отдельно коды управления я туда даже наверное заходить особо не буду но давайте я покажу что там есть противный звук еще присутствует дальше все настройки находятся вот в этом вложенном меню соответственно то есть мы до низа дошли и поэтому чтобы поменять что-то нужно прямо вот в этот заходить сначала подменю и потом уже выбирать например TX Power как я говорил два уровня мощности здесь так Squelch Level давайте я сразу поставлю наверное на хотя нет не буду ставить сейчас будет шуметь в кадре потом переставлю ниже чтобы измерить избирательность и чувствительность так Dual Weight это у нас слежение как раз за двумя каналами вот причем смотрите из меню выбрасывает и она попадает не сразу в то меню которое было активное а вообще выбрасывает в корень Dual Weight это как раз слежение за двумя каналами хочу сразу обратить ваше внимание что здесь есть еще подобный это голосовые уведомления там тона выбираются это как раз вот эти звуки клавиш так ID идентификатор вы можете назначить ограничение времени на передачу так Vox здесь определяется Roger Bip есть и вот обратите внимание DV вот этот DV это не относится Dual Weight именно работа с частотами это относится к FM приемнику то есть будет ли включаться активность на канале если включен FM приемник то есть не путайте DV это к приемнику тоже могли бы уже по другому тогда называть как-то надо время присутствия в меню побольше поставить сейчас секунду я к DV опять вернусь и туда зайду вот теперь видите FM Мони радио написано далее это у нас сохранение энергии смотрите с завода мы ничего не меняли один к четырем стоит скорее всего сейчас начальные фразы будут теряться потому что достаточно ну то есть одно одно время это ну посмотрим фразы будут теряться начальные или нет то есть я просто говорю что один к четырем у вас будет стоять с завода время работы приемника так дальше ну то есть управление мне конечно не особо нравится само меню неплохо сделано но как оно выглядит так это хвост чтобы обрубить при окончании передачи так степ давайте я вам тоже покажу то есть есть 625 минимальный пол килогерца всего лишь максимальный 100 килогерц пусть 5 будет так это у нас смещение плюс или минус если вы будете работать с репитером это сам размер смещения ну и клавиши соответственно сети css dcs на приемную передачу и это режим работы dtmf либо нормальный либо инверсированный я так понимаю так weight narrow это ширина канала стоит weight по умолчанию мы так и оставим это включение ну тонн в смысле при включении это кто будет показываться на дисплее какое сообщение если вы выбрали текст это режим показа батареи кнопка main down то есть упавшего человека есть есть два режима поиска ctcss котов и dcs ну вот все в принципе я вам все меню показал то есть 36 пунктов в нем так да где тут стоит режим выхода из меню я не вижу он похоже по умолчанию будет к сожалению да видите я даже не могу время больше поставить чтобы она меня не выбрасывала из меню ну то есть управление такое конечно весьма и весьма неудобно во первых первого доступа быстрого доступа по кнопкам нет во вторых еще и надо лазить именно во второй во второй уровень меню и только здесь выбирать и добираться только до чего-то но то есть я так понимаю что есть конечно если вы запомните цифровые значения например 20 да я переведу то есть тогда можно хотя бы кнопками цифровое обозначение меню выбирать но все равно я считаю что это весьма и весьма неудобно так ну по управлению все тогда то есть более-менее все понятно верхний регулятор он у нас в соответствии с шагом выбирает частоты вручную перебирают а кстати да по поводу громкости смотрите электронный стоит регулятор но он выключил он весьма и весьма тормозной то есть вот я громкость увеличиваю видите я уже кручу вниз сейчас вот вверх а он притормаживает то есть я вот докрутил до конца а он еще до сих пор идет то есть с тормозом немного показывается регулировка громкости так по поводу перехода из канального режима в обычный VFO то есть в переход в способности ручного ввода частот что нужно сделать при выключенной станции нужно зажать кнопку PTT и меню и включить питание вы попадаете в режим сброса соответственно заходите в Data Reset можете полностью сбросить можете только VFO сбросить или каналы но в VFO выбираете и соответственно сбрасываете станция автоматом перегружается и у вас возникают вот частоты которые вы можете вводить уже вручную кстати да 480 изначально диапазон выше он уже не работает то есть 400 480 нижний диапазон так теперь по поводу сохранения давайте я еще вам покажу например вот 479 975 заходим в меню выбираем Channel Storage выбираем его название нам например да там 222 кстати почему а как 3 символа только а ну это у нас получается номер канала еще раз давайте 3 единички сделаем да окей каналы сохранены вот когда есть каналы сохраненные вы можете нажать звездочку и соответственно перейти в канальный режим вот они видите 479 975 это канал 111 там все-таки задается именно номер канала так а где у нас задается имя канала вот сечный 33 режим меню так я понял как называть каналы то есть смотрите переходим ввод английских букв нажимаем какую-то клавишу где видим какую букву надо ввести м нам нужно было да то есть почему-то со второго раза кстати работает и вот 1 2 3 4 5 6 7 это обозначение именно кнопок какие будут вводиться то есть если вы хотите шестерку нажимаем единицу если вы хотите все-таки букву так если вы хотите букву м все-таки набрать то надо 5 нажать вот такой вот странный интерфейс не такой как раньше был в телефонах но в общем-то может быть привыкнуть и можно вот меня раздражает конечно что он так быстро выбрасывает из меню и смотрите он не сохранил эти данные то есть хочу я м довести все-таки пятерку нажимаю буква м есть окей все теперь у нас канал назван буквой м только опять же где это символ обозначение канала непонятно где оно ну ладно дальше уже разбираться не будем смысла наверное нет так перехожу я в частотный режим ставим 145 и измеряем мощность так ну что давайте проверять мощность тогда включаем прибор далее 10 ватт у нас вся шкала ну в смысле предел 10 ватт так частоты 145 как вы видите сначала мощность высокая буковка H горит смотрим тогда нажимаю на передачу аккумулятор напоминаю полностью заряжен так 10 ватт у нас вся шкала соответственно цифры внизу сами риски вверху смотрим да неплохо 9,2 ватта примерно так теперь переключаемся на 434 мегагерца так сейчас я вам наведу фокус так 434 смотрим здесь у нас но здесь поменьше где-то так это 7 да 7 с половиной 7,3 ватта так на низкой мощности смотрим так буковка L так низкая мощность на 434 ну 4 ватта ровно я думаю что вверху будет около 5 ватт так нижний диапазон 145 мегагерц низкая мощность смотрим 4,5 ватта хотелось бы уровней конечно побольше например там и пол ватта хотелось бы поставить чтобы для каких-то близких расстояний все-таки потребление было не такое высокое но тут к сожалению TYT оставил только два уровня мощности теперь рассказываю как открыть дополнительные частотные диапазоны смотрите для того чтобы эта возможность появилась вы все-таки должны скачать программное обеспечение и поставить галочку Manual Frequency Range это у нас в разделе опций в правом нижнем углу я вам скриншот программы приведу программу саму можно скачать с официального сайта производителя TYT 888 точка ком далее галочку эту ставим записываем и следующим образом поступаем то есть опять же зажимаем кнопку передачи и кнопку меню включаем питание в итоге видите у нас появляется гораздо больше выбор то есть либо ручной ввод частотного диапазона либо выбор из предлагаемых значений заходим сюда здесь нужно ввести у нас пароль 558 558 этот пароль указан в инструкции поэтому можете там посмотреть для того чтобы вручную менять диапазоны пароль другой 228 228 так и смотрим какие нам доступны то есть это изначально у нас правда 400 480 а не 400 520 сейчас я изменю этот диапазон поставлю дальше любительские диапазоны как вы видите 144 146 и 430 440 ну правда не захватывает ПМА то есть это именно для радиолюбителей полоски дальше как видите она может и садком некоторые каналы принимать не все до 260 мегагерц 220 260 так называемый авиавоенный диапазон натовский далее 220 260 400 520 и можно поставить широкий диапазон 320 400 именно диапазон UHF ну давайте мы с вами все таки поставим тогда первый и сохраним на первом надо будет наверное на частотах садкома тоже все таки проверить ее чувствительность да интересно на 255 так все нажимаем окей станция перезагружается и теперь мы можем например выбрать давайте 510 вы помните что она не вводилась все 510 причем ну-ка на передачу да на передачу она тоже здесь работает то есть вот эти диапазоны они и на передачу и на прием сразу работают так давайте давайте я меняю на 145 сначала а второй канал меняю на 434 и проверяем чувствительность и избирательность чувствительность на частоте 434 сначала мегагерца включая модуляцию включаю высокочастотный выход так амплитуду увеличиваю 434 мегагерца ровно на дисплее отображается станция тоже смотрим напоминаю что у 8000 была прямо отличная чувствительность минус 125 дбм было на этой частоте шумоподавителя сейчас стоит на минимальном уровне то есть на единице ну минус 124 дбм тоже тоже все хорошо с этой частотой так переключаемся на 145 так здесь мы тогда меняем тоже на 145 мегагерц так тут даже кстати у 8000 минус 127 здесь было на этой частоте поэтому сейчас я думаю что здесь тоже будет примерно так же минус 126 получается потому что там еще с полированиями на 127 в общем с чувствительностью все хорошо я сейчас еще переключусь на тогда на частоты садкома раз уж мы станцию открыли по диапазонам и проверим тогда ее на частоте садкомовской одной так на генераторе выбрали 255 550 на станции тоже поменяли диапазон выбрали данную частоту смотрим какая будет чувствительность на частоте садкома один из самых популярных каналов так смотрим да здесь несколько хуже естественно уже чувствительность так шумодав хочу проверить нет шумоподавитель стоит на единичке все нормально то есть чувствительность действительно ужасная у станции в этом диапазоне ну в смысле на этой частоте 255 550 так продолжаем увеличивать амплитуду тогда но уже она конечно плохо принимает точнее похоже не принимает она совсем ужас конечно смотрите только на плюс 5 дебе открылся шумодав ну то есть это вообще невозможно работать в общем без дополнительной перестройки элементов на плате вы ничего не сделаете то есть только плюс 5 дебе это ужасная чувствительность естественно избирательность по соседнему каналу на станции установлен у нас 434 ровно здесь мы сместились на генераторе на 10 килогерц вверх отнесущий соответственно помеха у нас будет на 10 килогерц отстоять от полезного канала с амплитудой минус 124 мы сейчас будем увеличивать и смотреть как быстро откроется шумоподавитель от помехи напоминаю что у восьмитысячной было это значение 33 единицы равно так все увеличиваю амплитуду смотрим уже более-менее неплохо так минус 96 то есть получается 4 здесь и 24 там 28 единиц то есть избирательность чуть похуже но в принципе более-менее нормально так давайте проверять потребление радиостанции 8200 от ТИОТ 7,4 вольта сейчас номинальное напряжение подается уже на клеммы как вы видите 82 микроампера она потребляет ну то есть можете оставлять в принципе аккумулятор на станции разряжать она не будет аккумулятор ваш включаю питание 162 миллиампера я видел максимум так смотрите вот сейчас 1 к 4 станция работает слежение за двумя каналами у нас включено то есть вот она сейчас в режим сохранения энергии включила 35 минимальная и 140 максимальная давайте я вот наверное вам включу тогда дисплей 118 да где-то ну вот 161 162 то есть дисплей потребляет в районе 25 миллиампер да так ну давайте сначала замерим тогда потребление с двумя активными каналами то есть dual watch включен я сейчас тогда статистику опять буду смотреть так явно уже включился у нас режим сохранения энергии я тогда 60 сэмплов сейчас выжду и посмотрим среднее потребление в дежурном режиме так ну что вот смотрите закончился период 60 сэмплов 69 миллиампер потребления в режиме ожидания это dual watch он так я сейчас отключу и еще раз пробегу этот цикл чтобы посмотреть сколько станция потребляет в дежурном режиме при слежении за одним каналом смотрите когда идет слежение за одним каналом то дисплей выглядит следующим образом то есть отображается частота передачи частота приема второй частоты не отображается то есть вы можете ее переключать только кнопкой АБ так ну все смотрим тогда в этом режиме какое будет потребление при слежении за одним каналом так ну смотрите 60 сэмплов мы выждали да не особо она экономно себя ведет в режиме слежения только за одним каналом в районе 61 62 62 миллиампера я напишу это когда слежение за одним каналом напоминаю что у восьмитысячной станции это значение всего лишь 14 миллиампер поэтому я вам кстати дам ссылку на ролик полного обзора восьмитысячной станции чтобы вы могли сравнить так переходим тогда к потреблению в режиме приема принимаем на радиостанцию QIT 8200 123 4567 8 9 10 так потребление в режиме приема на максимальной громкости составляет 220 миллиампер так теперь передача мощность высокая стоит смотрим сколько она на передачу будет потреблять так 1,668 тысячных ампера так так рассчитываем время работы тогда в цикле 5,5 90 данной радиостанции 5% время приема 5% время передачи 90% дежурный режим 69 миллиампер она у нас потребляет в дежурном режиме при слежении за двумя каналами 220 полная громкость прием 1668 миллиампер передача на высокой мощности и емкость аккумулятора будем брать заявленную 2200 миллиампер час в итоге при слежении за двумя каналами мы получаем 29,1 часа напоминаю что у 8000 это значение составило 193,6 часа причем это реальная емкость аккумулятора она чуть ниже заявленная была 2998 но все же станция потребляет намного намного меньше и работать будет гораздо дольше так если мы поставим 62 миллиампера это у нас при слежении за одним каналом то получим тогда в цикле 5,5 90 32,4 часа тоже не очень то много вот опять же хочу обратить внимание китайских производителей зачем лепить цветные дисплеи во-первых они слепнут на солнце во-вторых потребление у них гораздо выше в этом режиме в режиме рабочем в-третьих никакой полезной информации цветность дисплея не дает поэтому не знаю зачем сейчас мода такая лепить эти дисплеи мы считаем что это абсолютно не нужно так ну в общем по потреблению вам понятно да так ну что давайте проверим громкость динамика и качество приема тогда фиксируем максимальное значение на шумомере громкость ставим на полную так и подводим шумомер к середине динамика чтобы он у нас максимально измерял максимально громкость так передавать будем с радиостанцией ICOM ICT70A принимаем на радиостанцию TYT TH8200 12345678910 передаем с радиостанции TYT TH8200 12345678910 проверяем штатные антенны короткая антенна у нас диапазон 400 470 смотрите во всем диапазоне антенна рабочая то есть КСВ у нее меньше трех везде так теперь минимальное значение ну где-то и ПМР каналы получается они захватывают но минимально где-то вот здесь на 449 смотрим 1,35 сопротивление 46,2 ну то есть вполне нормально единственное хотелось бы конечно по диапазону чтобы минимальное значение КСВ было пониже я на сайте большой график тоже добавлю так сейчас тогда в 400 проверим длинную антенну так длинная антенна тот же самый диапазон 400 470 смотрите до частот до вот до этих частот лучше антенну не использую то есть до 428 мегагерц лучше антенну не использовать потому что у нее КСВ высокое минимальное значение тоже где-то достаточно высоко у нее 456 мегагерц 456 875 1,33 и 55,4 Ома сопротивления но в принципе опять же есть значения неплохие но они высоки по частотам так длинная антенна диапазон 135 175 во всем диапазоне антенна рабочая но минимальное значение у нас на самом начале диапазона 135 мегагерц и оно равно 1,41 47,7 сопротивления то есть да к сожалению на любительских частотах например 145 да здесь значение 1,8 что тоже вполне приемлемо но все таки минимальное значение у нас в начале диапазона так короткая антенна получше минимальное значение да почти на любительском диапазоне 142,5 1,25 48,6 сопротивления то есть чуть-чуть они не попали в идеальное значение частот 142,5 минимальное значение ксв так ну что давайте подведем итоги тогда по радиостанции 8200 от TYT что давайте сразу тогда начнем с недостатков и сравним ее с 8000 станцией в общем недостатки убрали они кроссбенд репитер емкость батареи стала значительно меньше кнопки не переназначаются но в принципе это и у 8000 тоже был такой недостаток на 255-500 хоть она и открывается ну вот на этот диапазончик 220-260 во-первых он не полностью перекрывает но хотелось бы тогда уж и до 300 и там передача на этом диапазоне в 310 ведется ну и там повыше да здесь все-таки частично этот диапазон открывается но работать в нем без дополнительной настройки именно уже настройки элементов не получится потому что чувствительность здесь вообще ужасная ну просто фактически никакая то есть вы ни на какую антенну нормальный сигнал на этих частотах без перенастройки не примете но и управление мне еще не понравилось вот это постоянное вход в меню то есть быстрое быстрого доступа нет к каким-то функциям ну вот в частности шумодав мощность и так далее мне это конечно не нравится поэтому из преимуществ давайте тогда недостатков достаточно у нее много из преимуществ IP67 только мы увидели ну и чувствительность избирательность более-менее нормальная мощность также 9,2 ватта в низком диапазоне 7,3 в высоком то есть мощность достаточно большая громкость динамика кстати тоже стала побольше 126 антенна штатная тоже в принципе неплохая идет в комплекте что длинная что короткая ну то есть если вы готовы мириться с потреблением с таким высоким по сравнению с 8000 серией то есть потребление увеличилось да в 6 раз увеличилось потребление и время работы соответственно также упало то есть 193 часа было у 8000 теперь всего лишь 30 часов в среднем она в цикле 5590 будет работать это конечно никуда не годится ну в смысле это более-менее нормальное значение но по сравнению с этой станцией конечно она ужасно много потребляет поэтому я все-таки пожалуй ей поставлю 3 балла только даже четверку я не поставлю потому что недостатков достаточно много опять же смотрите мы снимали предварительный обзор и обо всем об этом фактически и говорили что так оно и будет но вот захотели подписчики канала все-таки узнать больше об этой станции но все подтверждается то есть по чувствительности по избирательности все так же потребление как я и говорил будет высоченным кстати по поводу gps еще в программе выбирается работа gps но здесь на дисплее вот он сейчас кстати галочка это стоит там что gps включен никаких никакой информации на дисплее то есть похоже для работы gps нужно устанавливать сюда дополнительный модуль все-таки gps он так работать не будет как вы поняли уже станция естественно построена на приемнике прямого преобразования rda 1846 модификации две бывают у данной станции s или d ну там частотами они отличаются и все но видите все равно рабочие частоты только вот эти 136 и 74 400 и 480 мегагерц все на этом тогда закончим с этой станцией проверять ее по дальности проверять влагозащиту тоже смысла нет явно она будет соответствовать но раз она получает тройку дальнейшие с ней какие-то испытания я считаю нецелесообразными поэтому закончим на этом у кого вопросы есть пишите в комментариях их постараемся ответить ну либо другие подписчики канала ответят это Viva Telecom всего вам доброго до свидания